Кибер One – первая международная кибершкола будущего для нового IT-поколения. Мы научим ваших детей проектировать сайты, разрабатывать мобильные приложения, конструировать 3D-игры, создавать мультфильмы, программировать искусственный интеллект, а также научим блогингу и веб-дизайну. Спешите записаться на бесплатный пробный урок. 24-летний Никита Лисичков обладает красивейшим голосом и очень скромным характером. Еще 5 лет назад талантливый мазырянин боялся выступать на сцене большой и маленькой. И даже работу выбрал далекое творчество – техник-технолог. А потом первый серьезный, дерзкий для самого Никиты Шак городской конкурс «Голос Музыря» и его гран-при. И уже на предкастинге проекта «Х-фактор» в Беларуси и последующем телевизионном кастинге в Минске уже не было шансов сказать «нет» молодому вокалисту. Я не особо ожидал, я человек не совсем самоуверенный, но после этого я больше поверил в себя и подумал, что я могу больше, что в меня верят люди. Далось тот факт, что я все-таки выступил, что я все-таки спел. Это для меня очень большой шаг. Так как для меня это было что-то внеземное, потому что публика, очень боялся публики. Ну, сейчас как бы уже не так страшно, но все равно есть эта доля сомнений какого-то в себе. Телезрители пением Никиты смогли насладиться уже во втором выпуске музыкального шоу талантов «Х-фактор». Он рискнул исполнить легендарную песню сэра Элтона Джона и не прогадал. Ольга Бузова, Руслана Лехно, Сергей Соседов и Серега были единодушны во мнении – надо брать в тренировочный лагерь. Теплую реакцию дали Мазырянину и зрителям. Красивый тембр, прекрасный, и владеете им хорошо. Мне было приятно, конечно, что так на меня отреагировали, что люди встали, что кричали «молодец». И понравилось ли мне выступление, конечно, можно было и лучше, но было неплохо, душевно, как по мне, от всего сердца. Наблюдать за судьбой Никиты на «Х-факторе» можно в эфире телеканала «Беларусь-1». Уже скоро станет известно, что происходило в тренировочном лагере, кого из звездных наставников выбрал Мазырянин и сумел ли попасть в финал. Кстати, жителям нашего города повезло больше всех. Великолепный вокал Никиты и его партнерши по группе Виолетты Королёвой можно услышать на крупных городских праздниках и во время выступлений на небольших площадках. Никита поет свою музыку, я свою. У нас нет такого. А если мы какую-то дуэтную песню учим, то наши вкусы сходятся. Мы в 2019 году в «Голосе Мазыря» участвовали. Он взял гран-при, я взяла первое место. И мне было совсем не обидно, потому что я понимала, что у него такой прирожденный талант больше, что он так умеет петь. Нигде не учился до этого. В любви к живым выступлениям участники кавер-группы «Байбенд» признаются единогласным. Петь разные песни, выступать везде, потому что дарить людям эмоции, хорошую музыку, потому что в Мазыре живой музыки очень мало. В основном сейчас все отошли, все это отошло назад. Мне нравится просто играть с ребятами, которые в плане образованности на голову выше меня, так как я тут один из немногих, кто без музыкального образования какого-либо. Да и потом живые выступления. Это отдача от публики. «Байбенд» – это тот самый коллектив, который взорвал центральную площадь на празднике города в сентябре. Группа появилась еще в 2015-м. Пережила свою творческую историю с распадами и воссоединением. Но сегодня у молодого как по составу, так и по состоянию души бенда новый увлекательный этап. У нас кавер-бенд на сегодняшний день. Кавер-бенд подразумевает под собой исполнение в большей степени популярной музыки. То есть это та музыка, которая сегодня востребована. Значит, естественно, популярная музыка – это все-таки еще какие-то хиты и прошлого столетия, и все и рок-хиты, и рок-музыку я отдельно очень люблю. Но и поп-музыка тоже очень классная. Репертуар очень обширный, на самом деле. Потому что это кавер-бенд, здесь у нас нет рамок четких, каких-то моментов, в которых мы себя можем ограничить. Вопрос только ограничивается составом. Можем ли мы этим составом сыграть определенную музыку. А сыграть байбенд на самом деле может, если не все, то очень многое. «Стинг» и «Хотель Калифорния», «Клава Кока» и «Боргенштейн», «Океан Эльза» и «Лобода». Кажется, творческий диапазон этих ребят невероятно широкий. И все вживую. В биографии фронтмена байбенда есть уникальное событие. Он выступал на одной сцене со звездами мировой величины, легендарным Стивом Ваем и группой «Апокалиптика». Сам Антон говорит «Мой голос – это гитара». Голос, который так удачно звучит в тандеме с солистами и музыкантами байбенда. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Вячеслав Приписнов. Телеканал Мозырь.